В Екатеринбурге суд отправил под домашний арест почти на два месяца до 13 мая Малика Гайсина, некогда известного на Урале бизнесмена и политика, в 90-х отсидевшего один срок в Государственной Думе второго созыва и претендовавшего на место губернатора Свердловщины, но набравшего тогда в 95-м чуть меньше 5% голосов, человека, которого народная молва и СМИ в лихие 90-е называли олигархом и чуть ли не хозяином Урала. Биография ныне домашнего арестанта изобилует множеством любопытных фактов, но о них чуть позже, а пока о том, за что же был арестован 64-летний каменский заводчик. Статус гражданина Гайсина обвиняемый по статье 201 часть 1 о причинении существенного вреда правам и интересам граждан, организациям или же государству, сообщила в комментариях пресс-служба Верхоседского райсуда. По данным некоторых СМИ расследуется уголовное дело о злоупотреблении полномочиями и связано оно со срывом гособоронзаказа каменским заводом и сеть, производящим электрические и оптические соединители для нужд ОПК. Именно этим предприятием руководит в статусе генерального директора бизнесмен Малик Гайсин. Правда, в суде позже опровергли информацию о том, что Гайсина арестовали за злоупотребление при выполнении гособоронзаказа. Злоупотребления были, но не по линии ОПК. Верхняя планка по этой уголовной статье – лишение свободы на срок до 4 лет. В нулевых Гайсин ушел из публичной политики в бизнес. Пять лет назад СМИ даже сообщали о том, что Малик Фавзавевич воспользовался так называемым правом на забвение, удалив из популярных поисковых систем информацию о себе. Более того, кадры, которые вы видите на экранах архивные, сегодня мало кто знает, как выглядит Малик Фавзавевич в свои 64 года. По той же информации, которая осталась, к 2016 году Гайсин контролировал до полусотни предприятий, в том числе несколько крупных хлебокомбинатов и фармзаводов. Во времена СССР Малик Гайсин после школы пролетарствовал на заводе «Уралэлектромаш». В начале 90-х организовал один из первых на горноуральщине кооператива «Прогресс», который выпускал бижутерию, обувь из резины и пластика и прочий ширпотреб. В 92-м Гайсин создал и возглавил Среднеуральское акционерное общество, в которое входили более 100 предприятий, в том числе Дегтярский маршзавод, Навалялинский целлюлозно-бумажный комбинат, Арамильский текстиль и радиозавод «Форманта». В 95-м Гайсин участвовал в выборах губернатора и в том же году стал депутатом Госдумы. После 99-го ушел в тень. А год спустя, во время нашумевшего штурма завода управления «Химмаш», именно Гайсина называли главным бенефициаром завода, на котором пересеклись его финансовые интересы со скандальным олигархом и рейдером Павлом Федулевым. Но Гайсин тогда тоже оставался в тени. Последний раз, если не считать, конечно, домашнего ареста, имя Гайсина публично засветилось в сентябре 21-го в связи с банкротством Сесердского хлебокомбината, активами которого вроде бы владели люди близкие к Малику Гайсину. Продолжение следует...